Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я отвечаю на вопрос одной из моей зрительницы. Вопрос звучал примерно так. Ольга, покажите, пожалуйста, все свои вязальные аксессуары, которые помогают вам при вязании. Вот, видите, я тут набрала целый 100 вязальных аксессуаров, то, что я считаю аксессуарами. И сейчас потихонечку я начну вам про них рассказывать. Итак, первый аксессуар, который вы видите у меня на экране, это вот такой планшет. Планшет этот от фирмы Нитпро. Вот такой вот планшет. Мне его подарила, подарила Светлана Егорова. Света, огромное тебе спасибо, не перестаю тебя благодарить за это богатство. Он мне помогает как при снятии видео, так и вот так вот. Таким образом я его ставлю, пожалуйста, здесь схемы. Особенно удобно с помощью такого планшета читать схемы оренбургских пуховых платков. Сейчас я вам это продемонстрирую. У меня есть такая книга из этой книги. Я скопировала. То есть здесь есть такие специальные. На каждом платке в этой книге, например, есть вот такие вот штрих-коды. Сейчас покажу вам какой-нибудь. Ну вот, например, я не буду сейчас вам его показывать, чтобы вы его отсканировали. Для этого нужно приобрести книгу. Вот такие штрих-коды, пройдя по которым, у вас будут в PDF-формате вот такие схемы. Кстати, классная книжка, очень мне нравится. Светлана Логвина и спасибо большое за такое богатство. Я вот скачиваю эти схемы на формат А4. Видите, у меня они тут вот на всяких черновиках распечатаны. И вот таким образом вот эти схемы я беру и в планшет их вставляю. Например, начало моего вязания. А вот, сейчас я уберу все, что есть у меня на планшете. Вот, например, у меня так, где она у меня? Вот палантин. Вот начало вязания. То есть вот, вот таким образом я прижимаю. Ну, могу вот так дальше прижать. То есть расправить вот так, например. Прижать где-нибудь вот тут. Вот. Вот таким образом, да. И начать вязать. То есть вот я вижу первый ряд, и я вяжу-вяжу-вяжу кайму. После того, как я связала кайму, я по боку каймы набрала петли. И потом я уже вот так ставлю свой планшет и перехожу вот на эти ряды. То есть вот первый ряд. Ну, сейчас я вам стоя показываю, сейчас полую. В принципе, я стоя использую. Потом беру один из магнитиков, кстати, и делаю это так. Например, у меня первый ряд в работе. Я его вот так магнитом выделяю, этот первый ряд. Как правило, я это делаю самым длинным магнитом. Вот. Ну, вот, например, первый ряд в работе. Всё, и мне уже сразу видно, как его вязать. Или там, например, какой-нибудь 48-й, 49-й, 50-й ряд в работе. Вот так вот помечаю и вяжу. Потом передвигаю на рядочек этот магнит и вяжу дальше, как линейкой пользуюсь этим магнитом. То есть вот для оренбургских пуховых платков, где очень мелкие схемы, этот планшет просто находка. Просто находка. А так как я раньше вязала много оренбургских пуховых платков, я бы их и сейчас, честно говоря, вязала. Девочки, если бы не мой канал, потому что канал отнимает много времени. И если я буду вязать оренбургский пуховый платок, то я вам абсолютно ничего не сниму. Не будет времени. Вот такой вот планшет. Ну, вот. Замечательная вещь. И при съемке видео помогает. То есть я вот сюда вопросы ваши иногда накидываю. И когда снимаю видео, читаю их. Мне очень удобно. То есть это такой планшет два в одном. У него тут еще были мелкие магнитики, которые я на доску к себе прицепила. Сейчас один из них покажу. То есть вот по углам можно вот этими мелкими магнитами по углам выделить. Ну, чтобы не мешали вот эти вот линии магнитные. То есть вот такие еще мелкие магнитики. Их было четыре штуки. Они у меня все живут на моей доске школьной. Да, кстати, не рассказала вам про школьную доску. Одним из аксессуаров вязания у меня является вот такая вот школьная доска, которая прибита за дверью. То есть когда дверь открыта, ее практически не видно. Вот здесь наверху у меня содержатся все магниты. Видите, справа магниты. И вот там наверху как раз магниты от этого планшета. Ну, конечно же, доска мне больше помогает в плане съемки видео. Но раз мое вязание включает в себя и съемку видео, поэтому это тоже таким образом аксессуар для вязания. Ну, таковым его считаю я. Так, пройдемся дальше. Дальше вы видите вот такой вот держатель для бобин. У меня эти держатели есть разные. Одинарный, двойной, тройной. Вот показываю вам сегодня тройной держатель для бобин, который для меня изготовил Леонид Анатольевич. Вот. Этот мастер живет у нас в городе. Его жена Светлана Клокова снимает видео на вязальную тему. Является моей соседкой. И они продают вот такие держатели. У меня от них есть такой одинарный держатель, есть двойной. То есть одинарный – это вот просто вот такой вот одинарный держатель. Двойной – это вот такой двойной держатель. И вот сегодня тройной держатель, который очень помогает, когда вяжешь из бобин, например. То есть если вы вяжете из бобин, вы вот так вот особенно видите, вот в три сложения я могу вязать в шесть сложений. То есть сюда еще добавлю еще два держателя. Ну, один двойной и еще один одинарный. И у меня можно вязать шесть бобин одновременно. Кстати, на одну вот эту вот штучку можно и две бобины накладывать, если, например, в 12 нитей вязать. И все. И потом вы берете, и у вас нитка, когда вы вяжете с этого держателя, она идет параллельно полу. И она у вас... Иногда это помогает предотвратить косину полотна. Каким образом, вы скажете? Смотрите, когда у вас наматывала вашу пряжу на бобину какая-то фирма, она наматывала ее вот так. То есть у вас вот так вот накручивалась вот так нитка на бобину. То есть бобина устанавливала специальное такое приспособление. И вот так вот оно наматывало. Вот так вот у вас направитель нити был. Ну, у производства я имею в виду. И вот таким образом наматывалась. И когда вы таким образом будете разматывать, то у вас останется та крутка, которая была при производстве этой пряжи. То есть вот. А мы, как часто с вами вяжем, мы разматываем вот так с бобины. То есть вы видите, что происходит. Мы как бы, видите, да? Вот так раскручиваем по спирали нитку. И она может усугубить косину, либо ее вообще придать. Ее могло быть раньше не быть. Но когда вы вот так вяжете из бобины, может наступить косина. Не всегда, но иногда может. Поэтому мы начинаем танцы с бубнами. Помните этот совет. Если вы берете вот так, вяжете у вас косина, попробуйте перевернуть бобинку кверх ногами и вязать так. Возможно, косина уменьшится. Но это все оттуда. А если вы, иногда может помочь вот такой вот простой ход. То есть разматывать сдержатели для бобин. Эти держатели также подходят и для мотков разных. На них можно разматывать, ну, вязать пряжу из мотков. В общем, для меня это тоже один из важных аксессуаров для вязания. Вот. Если вам нужен такой, мне он очень нравится. Смотрите, он бесчумный. Абсолютно. Очень комфортный. Хорошо по ним идет бобина. Ниточка под низ не заматывается. Вот. Если вам нравится такой, внизу я оставлю ссылку ватсап Светланы. Внизу я оставлю ссылку на ватсап Светланы, чей муж как раз и занимается производством таких моталок. Если вам интересно, можете заказать. Одним из следующих аксессуаров является у меня телефон. Обычный телефон. У каждого он будет свой. Так, надо загрузить пароль. Для чего мне нужен телефон? Ну, во-первых, для того я тоже являюсь пользователем Ютуба. И можно в Ютубе смотреть некоторые новинки или некоторые... Вот, пожалуйста, да? Рекомендованные видео. Все, что я смотрю. Но неважно. Здесь не только Ютуб, а также и Пинтерест. Ну, много, видите, разных всяких площадок, на которых можно черпать информацию. Вот, пожалуйста, барашки. Ну, в общем, вы поняли меня. То есть, телефон для меня тоже является аксессуаром, который помогает в вязании, помогает в выборе моделей и вообще в развитии в моем. Это тоже будет аксессуар для вязания. Дальше. Что мне здесь попадается? Следующим аксессуаром для вязания я бы выделила лампы. Ламп у меня много, они у меня разные. Вот я вам показываю самую простенькую. Я даже не знаю, какая это китайская лампа. Видите, здесь было что-то наклеено уже. Все это оторвалось. Ну, в общем, вот такая лампа. Она работает от сети. Провода у нее есть вот здесь вот. Вот, видите, она светит, заряжается эта лампа. Ну, светит она так достаточно слабо. Но иногда мне нужно подсветить какой-то момент. У меня может наверху свет гореть. И также мне нужно еще подсветить либо руки, когда я вяжу, а особенно когда я закрываю иглой ночью или вечером какие-нибудь модели. В общем, лампы мне помогают. Повторюсь, у меня их очень много-много разных. Вот, вот для зарядки здесь провода. В общем, вот. Вот так. Лампы, их много не бывает у меня. Я с ними читаю, но чаще я с ними вижу. Дальше следующие аксессуары для группы аксессуаров для вязания это вот такие моталки для пряжи, размотки для пряжи. У меня два таких приспособления. Первый это моталка для пряжи. Обычная, которая позволяет намотать. Так, ну где ж вам показать, что ж я в последнее время мотала. Ну вот, рядышком у меня ничего нет. Возьму смотку не мою, производственную. Ну вы поймете. То есть... А, нет, есть даже у меня. Ну ладно, не буду брать. В общем, вот такие моточки. Здесь это некрасивые. Нет, возьму красивую. Возьму красивый моточек, который я делала. Он, конечно, это уже остаток от мотка. Я вяжу с его помощью. Вот такие красивые мотки. Видите, остаток здесь остался грамм 30. 100 граммовые. Они будут пузатенькими. Вот. Все толще и толще будет. Высота у них вот такая небольшая. В ширину ладони. Высота моих мотков. И вот они такие красивые-красивые. Такие кейки. Вот, чтобы намотать такие кейки, с них удобно вязать, взяв одну ниточку снаружи, другую ниточку с центра. Очень часто я просто беру ниточку с центра и вяжу из них, из центра мотка. В общем, вот такие моталки. Для меня они невероятно удобные. Потому что я не люблю вязать вот из таких мотков. Вот из таких мотков. Потому что эти мотки, когда вы начнете из них вязать, вот, положите вы их там в коробочку или в корзинку, или еще куда-то, и вот начнете вязать. Так, сейчас мы вытащим кончик. И вот он у вас по корзине вот так вот прыгает, бегает. А он достаточно большой, видите, да, и очень-очень неудобно. Меня это раздражает. У меня это снижает скорость. У меня это, ну, неприятно. Поэтому из таких мотков я вязать не люблю. Когда я приобретаю вот такие мотки, я их обязательно перематываю вот в такие, скажем, кейки. Вот из них вязать удобно. То есть ты берешь ниточку, у тебя ничего нигде не прыгает, по коробке вот так не скачет, что он вот так стоит, и ниточка тянется. Кстати, их тоже можно на моталку класть, на держатель для бобин и разматывать в том направлении, в каком вам надо, чтобы не было косины. Так. Это про это поговорили. У меня самая обычная, китайская, старенькая, лет 5-6 назад купленная. Муж мне ее подарил в свое время. И второй тоже подарок от мужа – это зонт. Зонт для размотки пасм. Это когда вы приобретаете пасмы для вязания. Ну, в частности, я в последнее время очень часто вяжу из пасм носочных. Вот. Носочные пряжи, вечно выкрашение, любовь любовная. И вообще прелесть прелестная, любовь любовная. В общем, вот эти пасмы, вы их разматываете, вставите, устанавливаете. Вот у вас есть держатель. И на стол, то есть на край стола, вы прицепляете эту моталку. И зонтик, он открывается прям практически как зонт. Сейчас, подождите, попробую вам на камеру это сделать. Так, вот. Вот, он открывается именно таким размером, каким вам надо. То есть, и сразу стабилизируется. И он, так, сейчас я попробую открыть поменьше. То есть, вы открываете на тот размер, как пасмы, который у вас есть. И берете за ниточку, он у вас вот так крутится. Так, крутится. Ну, здесь я мало раскрыла, надо еще немножечко раскрыть, чтобы он начал крутиться. Вот, вот так. И вот так вот он у вас крутится, вы разматываете ниточку, я сразу на моталку эту нитку наматываю. То есть, конец на моталку. Вся пасма у меня лежит на этом зонтике. Она подходит для разных диаметров пасм. И вот, вот так крутится. Замечательное приспособление. Приспособление, которое подарил мне муж, я не помню, на какой один из праздников, какой-то был праздник, и муж к этому празднику мне подарил зонт. Я очень была удивлена. А он, оказывается, где-то у меня увидел в корзине такую вещь и подарил мне вот на Вайлберсе. Видите? Этот был на Вайлберсе. Зонт для перемотки пряжи называется. Вон там артикул, если вы его увидите под этим номером. Так, про моталки мы с вами тоже поговорили. Дальше, что является у меня... Я сразу, девочки, стараюсь прибирать на место. Боюсь, надеюсь, вас не будет раздражать этот шум, чтобы у меня ничего нигде не валялось. Итак, следующее. Ну, аксессуар это или не аксессуар, я не знаю. Ну, это у меня есть вот такие личные мои... Мои личные визитницы, что ли, как это сказать. Ну, в общем, у меня их два вида. Вот. Вот у меня визитки есть окей. Эти визитки дизайнер. Дизайн этих визиток разрабатывала моя дочь, за что ей большое спасибо. То есть, вот у меня есть две визитки. Одна более такая молодежная, современная какая-то. Ну, вот такого стиля. Ну, и вторая, вот более взрослые, скажем, этикетки. Они у меня есть глянцевые, видите? А есть у меня такие же этикетки матовые. То есть, вот. Они есть в глянце, есть в матовом. Исполнение. Давайте я в матовом возьму, чтобы вам не блестело на фото, на видео. Вот. Они с дырочками, чтобы сюда провязывать шнуровку и прицеплять эти бирочки на свои изделия. Эти бирочки я использовала тогда, когда вязала на заказ. Здесь, на обратной стороне памятка по уходу. И я вписываю вручную состав пряжи. Вот, пожалуйста. Вот такие у меня бирочки. Личные мои. Очень приятно, когда есть такие визитки. Они же бирочки, они же визитки. Дальше у меня также есть термо-визитки. Вот такие. Которые можно клеить на изнаночную сторону изделия. Утюгом они проглаживаются и клеятся наизнанку. И являются вот таким вот, как бы, лейблом одежды. Тоже я использовала, когда вязала на заказ. А эти... Брала я их на инстаграм. Там был такой сайт метки всем. Я не знаю, сейчас он действует или не действует. А вот такая вот у меня. Оттуда были мои все, все, все вот эти... А, нет, это было вот эти бирки. Прошу прощения. Это только вот эти термобирки были из метки всем. А вот эти бирки я делала у нас в городе. В городе у нас есть своя типография, где я заказывала. И мне делали, по-моему, по 100 или по 200 штук каждого вида. Между прочим, это не так дорого, как кажется. Я думала, это будет намного дороже. Сейчас, конечно, цену я вам не вспомню. И вот в таких вот коробочках, видите, у меня их меньше половины осталось. И тех, и других. Кстати, что-то как-то я разделила неправильно. Ну да ладно. Вот, это то, что касается моих аксессуаров в виде бирочек. Следующая группа аксессуаров – это всеразличные мои сантиметровые ленты. У меня их много разных всяких, но пользуюсь я чаще всего. Мне нравятся вот такие с кнопочкой. То есть вы нажали кнопочку, вы вытянули на нужную вам длину. Кнопочку отпустили, у вас держится. Этот сантиметр никуда не убегает. Опять нажали кнопочку, он у вас свернулся вот в такую штучку. Этот сантиметровый лент у меня из магазина, как вы видите, Abel Nidvolle, который находится в Германии. Не забывайте, что у меня есть промокод в этом магазине 10%, дающий скидку. Внизу под видео есть все ссылки на промокоды действующие. Вот такой вот. Мне нравятся такие с кнопочкой. Я ими на работе пользуюсь. Как вы знаете, я инженер-технолог. Мне иногда приходится замерять продукцию, ходить по цехам. И вот этим же метром я и пользуюсь. Он всегда у меня в пакете. Всегда со мной. Так, дальше. Следующая группа аксессуаров. Это всеразличные. У меня, так как я люблю вязать носки, это всеразличные блокаторы для носков. Ну и плюс здесь затесалась линейка для носков. А линейка, которая замеряет диаметр спиц. И линейка, которая замеряет размер носка. Вот такая вот линейка. Тут уже написаны размеры. И вы вяжете на нужную вам длину. Так. Дальше. Есть вот такие держатели. Это держатель для носочков детских. Вот от... А, нет, это для взрослых. Вот для детей. Я с помощью этих блокаторов не сушу носки, а делаю вот такие блокаторы, например. Вот эти блокаторы пластиковые я делаю как из носков. То есть беру новые носки определенного размера и замеряя их, используя их как шаблон, вырезаю вот такие вот пластиковые блокаторы. И также вот с помощью этих носков, то есть я устанавливаю нужный мне размер. Тут, как вы видите, размер детских носков практически с новорожденного варианта. То есть 10 сантиметров – это носочки для новорожденного ребеночка. Вот. И дальше больше. Вот. Такой вот у меня есть держатель. Ой, не держатель, а блокатор детский. И вот так же взрослый. То есть я устанавливаю... Вот сейчас у меня установлено на минимальном размере. Как вы видите, стрелочка показывает, что у меня размер 35-36. Если чуть я их раздвину в сторону, будет там 37, 38, 39 и так до 47-го размера. Вот. Вот такие блокаторы. Но я тоже на них не сушу. Я их использую для того, чтобы... Нужно мне будет носки связать 47-го размера. У меня нету носков в наличии. То есть нарисовать мне, вырезать шаблона не будет. Я возьму вот тот и сделаю такие вот. Такие вот блокаторы. Эти блокаторы я вырезаю из чего угодно. То есть вот эту вот, по-моему, я либо в Ашане... По-моему, в Ашане приобретала вот такую салфетку для... Кухонную салфетку. Вот из них я наделала блокаторов 39-го размера, 37-го размера. Вот они у меня есть, видите? Вот блокаторы 39-го размера. То есть 39-й это для моих девчонок, 37-й это для меня. И вот я сушу носки на этих блокаторах. Видите, я отпаривала носки на них, и блокаторы сжались. То есть они не терпят пары утюга. А вот эти блокаторы, ну, я думаю, что вряд ли из вас кто-то будет делать. Вот 44-го, 45-го размера, кстати. Я вырезала этот блокатор. Ну, вот этот вот шаблон брала вот как раз... Как раз вот эту штуку. Потому что у меня нет ни у кого 45-го размера. То есть я брала, выдвигала на нужный мне размер. И получился вот такой блокатор, с помощью которого я сушила носки. Это у меня пленка, вот эта прозрачная. Ну, я думаю, мало кто из вас будет этим заниматься. Это был телевизор, который сломался. А вот эти наши современные телевизоры, я не забыла, как они называются. Не важно. И вот там, когда муж разобрал, там был вот такой вот типа экрана. Вот внутри телевизора была вот такая пленка в виде экрана. Ну, и я тут же сразу забрала ее себе для вот таких вот держателей. И, кстати, эти держатели, они... Парила я носки на них. Видите, они как были ровные, так и остались. То есть они на температуру... На высокую температуру не реагируют. И также у меня была вот такая какая-то... Это, по-моему, вообще была доска разделочная. На ней резать продукты. Я такая, почему бы из нее не сделать держатель. Вот, кстати, здесь была какая-то дырочка. Это, по-моему, конец был как раз доски. Вот она была большого размера, эта доска разделочная. Я с нее вот так вырезала. Наверное, вот так это было. О, видите, даже по узору совпало. Вот так вот вырезала два носка. Тоже не бояться температурного режима. Это у меня, по-моему, 43 размер на мужа. Вот такие у меня блокаторы. Это тоже как аксессуары мои в вязании. Следующий аксессуар – это помпонница. Она, я считаю, что нужна очень, особенно тем, кто делает помпоны для деток. Ну, в смысле, кто вяжет часто на детские изделия. В детских изделиях часто бывают помпоны. Вот такая помпонница. Здесь раз, два, три. По-моему, четыре, но ее еще четыре цвета. Четыре диаметра помпон. Видите, вот такая помпоница. И разные диаметры помпончиков можно делать. От трех с половиной миллиметров до девяти. Очень удобная штука. Очень удобная. Покупала я ее, по-моему. Она есть везде. На Алиэкспресс, на Азон, на Вайлберрис. Я даже не помню, в каком из этих магазинов я приобретала. На какой площадке. Ну, в общем, я очень рекомендую для тех, кто вяжет детям. Да, мне нравится. Мне заходит. Раньше я картонки вырезала. На картонках мотала любые помпоны. Ну, это такое себе удовольствие. Вот с этими помпонницами вязать намного легче. Намного. Вернее, делать помпоны. Так. Следующая аксессуарная группа. Это разные машинки для снятия пилинга. А вот эту машинку, сразу говорю, не рекомендую. Я недавно ее приобретала. Это фирма Химлайн. Гела рекомендует, а Оля Курунова не рекомендует. Она очень слабо работает. Она на носках катышки не удаляет точно. А для того, чтобы снять катышки на каких-то изделиях, она мне не сильно и нужна. Дальше у меня есть вот такая вот машинка. Очень старая. Витек. Ну, Витек. Витек я называю Витек. Вот такая старенькая-старенькая машинка, которая служит мне верой и правдой. Удаляет катышки хорошо, легко, в общем, удобно, все классно. Вот она от батареек. И также в эту группу входит у меня вот такая щеточка для снятия пилинга. Ей нужно пользоваться аккуратно. Не все изделия ею можно обрабатывать, но снимает катышки тоже очень хорошо. Гела рекомендует и Оля Курунова тоже рекомендует. Это, по-моему, тоже фирма Химлайн. Да, Химлайн. Вот, пожалуйста. И вот так вот ей снять какие-то ворсинки с одеждой очень удобно. Мне нравится. То есть вот эту щеточку надо ее сюда засунуть. Вот, мне нравится. Ну, и здесь у меня еще батарейки лежат запасные на всякий случай. Вот, это тоже особая группа приспособлений, которые снимают катышки. А если мы вяжем из натуральных ингредиентов, так сказать, из натурального состава пряжи, катышков, нам не избежать. Какого бы качества ни была пряжа, шерстяные составы имеют свойство образовывать пилинг, то есть катышки. Пилинговаться. Дальше я вам покажу по мелочевке. Пробежимся. Это последнее, что сегодня хочу показать. Отражается лампа. Прошу прощения, но ничего поменять не смогу. Так, это два набора. Ну, как наборы. Этот органайзер, кстати, тоже подарок от Светланы Егоровой. Там, девочки, очень много подарков от девчонок. Я уж не буду всех упоминать. Просто покажу, чем я пользуюсь. Вот этот пенал, он всегда со мной. То есть, понимаете, вот это все я носить с собой не могу каждый день. На работу, с работы. То есть, ну, это тяжело. Поэтому я все самое-самое необходимое положила сюда. Положила? Правильно. Я, по-моему, правильно сказала, да? Положила сюда. И, значит, все, что мне необходимо каждый день, у меня лежит тут. Что это такое? Давайте глянем. Ну, в первую очередь, это линейка, которая замеряет диаметры спиц. Так себе линейка, скажу вам. Не очень она правильно их замеряет. Но, во всяком случае, 3,25 от тройки отличает. Я уже приспособилась к ней. Все нормально. Дальше у меня здесь резиночки. Небольшое количество я с собой беру. Хотя вы видите, какое количество у меня еще здесь лежит. И это тоже еще не все резинки. Они также лизают в детских игрушках. Там еще целая гора резинок. Но я как-то вам на прямом эфире их показывала. Вот этими... А вот небольшую часть я ношу с собой. Этими резинками, когда я вяжу, например, ну вообще какое-то изделие, я помечаю прибавки-убавки. Вот такими резиночками. Они простые резинки, всякие разные бывают. Бывают вот плоские для афрокосичек. Да, вот такие вот они резиночки. А бывают такие круглые для плетения. Вот. И теми другими я пользуюсь в вязании. Потом это одноразовое колечко. Потом, когда я свяжу все изделие, я все эти колечки поотрезаю. Мне удобно вам показывать, где были прибавки-убавки, когда я вам рассказываю в видео. И если я вяжу два рукава, и мне надо делать симметрично прибавки-убавки, то я тоже ими помечаю. Когда вижу второй рукав, я вижу, где на первом я делала, какие прибавки-убавки. Дальше. Это фиксатор петель. Вот такие кольца. Которыми я пользуюсь, но не всегда. Но иногда пользуюсь, когда особенно очень много в круговую вяжешь, и очень много у тебя петель. Или очень скользкая пряжа. То вот так вот они надеваются на спицу. Так, вот таким образом. Я их прокалываю. Они так лучше держат, на мой взгляд. Такие вот милые, симпатичные клубочки. Это из магазина Дель. В магазине Дель такой аксессуар. Такие клубочки намотанной пряжи. И все. И у вас никуда не денутся ваши петли. Все. Они будут стоять мертво. Также классными аксессуарами являются вот такие ручонки. Они тоже из магазина Дель. Вот такие ручки. Прикольно, да? Вот такие тоже. Тоже-тоже. Тоже держатели петель. Так. Ну, давайте я их все уберу. У меня их и здесь много. И, по-моему, они у меня тут должны тоже где-то попадаться. Ну, вот у меня держатели, которыми я пользуюсь редко. Хотя здесь у меня тоже такие есть. Кстати, вот этот я бы тоже вытащила сюда. Я им не пользуюсь. Они жесткие. Вот эти зелененькие. А вот эти, по-моему, от Гамма. Вот эти зеленые. Они, видите, такие мягкие. Ими удобно пользоваться. А вот эти, они жесткие. Вот. Я, по-моему, где-то на Алиэкспресс или откуда выписывала. Вот такие вот они жесткие. Вот. Розовые жесткие. Ну, розовые еще более-менее. Вот они еще гнутся. А вот эти зеленые, они прям жесткие-жесткие. Вот я им не пользуюсь. Вот этим мягким тоже пользуюсь. Тоже фиксатор петель. У меня их таких 4 штуки, кстати, раз, два, три, четыре, вот, большие, я такие, я редко вяжу толстыми спицами, поэтому они у меня всегда дома, я их с собой не ношу, а вот эти малявки я ношу с собой, вот, это все со мной. Дальше про это поговорили, вот, еще зеленую выкину, туда не нужна она мне. Так, дальше поговорим про булавки, это не все булавки, часть булавок у меня на работе, где-то еще одна должна быть, вы видите еще одну, у меня их 4, неужели потерялась? У меня часто сейчас открывается вот эта штука и может теряться, по-моему, я ничего на, не снимала на вот эти булавки. Ну ладно, у меня таких 4, еще на работе, по-моему, 4. А нет, не на работе, они лежали вот тут, вот, таких вот булавочек, у меня, кстати, их тоже 4, 2 маленьких и 2 больших, это очень старые булавки. В 90-е годы мне подарили такой набор бабушка с Украины, вот, и вот такие вот там были классные булавки. Я тогда долго не могла понять, для чего они, потом, конечно, сообразила. Так, вот, то есть булавки мне очень нужны, я на них снимаю петли плеча, то есть, например, я связала спинку, сняла на эти булавки петли плеча, а потом вяжу перец, снимаю на эти булавки петли плеча переда и потом их сшиваю между собой. Вот, очень удобно, что не на спицах это все лежит, а на булавках вот таких. Так, дальше давайте посмотрим, ну, конечно же, ножницы. Ножницы у меня всегда, я всегда использую такие вот ножницы для того, чтобы кончики отрезать. Потом, здесь у меня есть блокаторы на спицы, то есть, снимаешь, это для круговых спиц используются, ой, для съемных спиц используются вот такие блокаторы, и у меня они с собой. Зачем мне такое большое количество? Наверное, две оставлю, а остальные я тоже уберу сюда. Мне их так много не надо с собой носить. Вот, сейчас сразу и ревизию провожу, что надо, что не надо. Дальше. У меня есть две замечательных таких спицы, коротеньких, на которых я вяжу косы. То есть, когда я вяжу косу на очень толстых спицах, я беру вот эту толстую спицу и снимаю на нее, там вот, когда косы переплетения делаем, да, там, три петли снять на вспомогательную спицу. Вот это у меня вспомогательная спица, которыми я пользуюсь. Вот эта вся уже кривая. У этой спицы я считаю ряды по изнаночной стороне изделия. Часто она тоненькая, удобно считать. Или также ряды я считаю вот этой вот иголкой. Тоже раз, два, три, четыре. Изнаночные дорожки в лицевой глади по изнаночной стороне очень легко считать. Ну, вот этой спице я ничего не сшиваю. Она мне не нравится для сшивания, потому что, когда вы сшиваете, например, открытые петли, то, видите, ушко здесь намного шире, и вот здесь вот растягивается петля вот на этом ушке. Видите, высота ушка, и здесь диаметр гораздо меньше, чем тут. В общем, этой спицей я ничего, этой иголкой я ничего не сшиваю. Вот. А пользуюсь ей. Это тоже, наверное, надо убрать. Давайте я ее тоже уберу сюда в набор, пусть она у меня здесь лежит. Здесь не говорит о том, то, что здесь лежит, это надо выкинуть ни в коем разе, ни в коем разе. Здесь очень много классных приспособлений, которые мне нужны, но очень часто я ими не пользуюсь, поэтому все это вам расскажу, но это классные вещи, которые мне нужны просто не на каждый день. Здесь также у меня есть крючок для тамбурного шва, но он мне не очень нравится. Это крючок Ади, покупала я его недавно, по-моему, 2 мм. Так, вот тут что-то написано. Ну, ага, что мы с вами тут прочтем? Так. Вижу, что это Ади. Вижу, что это... Made in Germany, made in, конечно же, 2 мм. Ади не вижу, просто made in Germany. А, нет, вот Ади. Короче, 2 мм. Вот, с одной стороны мы видим крючок, а с другой стороны мы видим спицу. То есть мы крючком набираем петли, а потом мы их на другую спицу вот здесь снимаем. Очень удобно. Ну, очень удобно, но для меня вот этот крючок, он тупой. Он плохо пролезает, куда мне надо. Вот, видите? Вот здесь этот уголок надо делать острым. Он тупой. Вот, еще у меня здесь должен быть крючок. Сейчас поищу, которым я очень часто заправляю кончики. Этот крючок диаметром 1,30, да? Да, 1,30 мм. Видите, какой он тонкий? Я им заправляю кончики. Когда кончик короткий и нет возможности заправить иглой, я заправляю вот этим крючком. Тоже всегда с собой. Ну, вы видите на количество маркеров с собой, которые у меня маркером я пользуюсь очень часто. У меня здесь вот такие маркерочки, которые в последнее время я очень полюбила. Остальных таких здесь нет. Есть. Вот, еще один. Потому что, как правило, у меня все такие маркеры уже стоят на изделии. Последнее время я им пользуюсь очень-очень много. Они не зацепляют полотна. То есть у них нет вот здесь никаких зацепляющих элементов. Вот это такие кошечки у меня есть. У меня есть такой сапожок. Есть такая шапочка. Вот и две кошечки. Вот такие маркеры. Они всегда со мной. Маркеров у меня много. Много разных. У меня есть маркеры, как счетчики рядов. Вот, пожалуйста, да? И вот к ним приспособление. У меня есть маркеры ручной работы от Олечки Алякшиной из Магнитогорска. Их очень много. Вот, вот. Кстати, здесь у меня тоже должны быть такие маркеры. А, вот пуговка у меня еще. Тут лежит маркер. Это вот. Вот алиэкспрессовские вот такие вот маркеры, которые мне тоже безумно понравились. Вот, видите, ножницы не открываются. Линейки всякие. Ну, в общем, тоже прикольные такие маркеры. Мы про них уже говорили. Эти маркеры тоже мне подарены. Замечательный маркер счетчик рядов. И вот еще у меня маркер от Олечки Алякшиной. Так. Вот они, смотрите, какой красивый. Вот этот мне маркер так нравится. Хотя, вы знаете, как я не люблю зеленый цвет. Но вот этот маркер, он просто, он так плестит. Он прям как, я не знаю, как Сваровский. Вот. И такая улитка. Мне очень нравится этот маркер. Я его часто вешала раньше на изделии. Сейчас что-то пока убрала. Ну, чтобы соскучиться. Вот. Маркеры в виде колечек я сразу вам попутно покажу. Я не использую. Мне они неудобны. Мне они не нравятся. Вот такие маркеры в виде колечек. Я ими не пользуюсь. Есть у меня еще маркеры в виде сердечек. Вот такие вот из магазина Адди. Ой, из магазина Дель. И такой же есть маркер сапожок. Он, наверное, у меня где-то тут. Сапожок. Где ты? Неужели ты уже куда-то потерялся? Или я его сюда положила? Положила. Прошу прощения. Да, вот они. Два маркера сапожка. Вот они. Вот такие вот маркеры сапожки. Тоже из магазина Дель. Вот. Я периодически меняю. То одни у меня маркеры уходят сюда. И я ими работаю. То потом я их убираю сюда. Отсюда беру другие маркеры. Ну, так сказать, чтобы разнообразить. Я очень люблю вот все такое. Все такое яркое, красивое, прикольное. Так. Ну и маркеры пластиковые, которыми я пользуюсь сейчас редко. Вот эти пластиковые маркеры. Вот такие жесткие маркеры, они часто ломаются, очень часто ломаются. Они приходят в негодность и быстро. Вот, вот видите, даже сейчас я застегивала. Вот, пожалуйста. И он сломался. Надо выкидывать. То есть ими пользоваться надо очень осторожно. Но есть у меня другие маркеры. Это вот такого и вот такого цвета. Это маркеры, по-моему, гамма. Гаммовские маркеры. Вот эти. Вот, видите, у них даже другая. Вот сейчас, если взять. Вот. Вот размер маркера одного. И вот как выглядят гаммовские маркеры. Вот эти маркеры, они очень качественные, мои дорогие друзья. Я их по 100-500 раз могу вот так вот разгибать, загибать. Вот. Они не ломаются. Если ломаются, то очень-очень редко. И они у меня, я их как один раз... Единственное, что у меня маркеры имеют свойство просто теряться, но не ломаться. Это вот эти гаммовские. Услышьте меня правильно. Я сейчас про гаммовские. А то будете говорить, ой, они часто ломаются. Да, часто ломаются вот такие маркеры. Вот, вот, вот. Вот эти маркеры, они часто ломаются. Они вообще вот прям их можно приобретать и приобретать. Это вот прям видели. Сейчас я на камеру их прям легко и просто сломала. Также легко ломаются маркеры. У меня, по-моему, все уже переломались. Вот такие сердечки. Вот такие сердечки. они, во-первых, они, видите, они натираются и берут цвет у... Все, что ли, у меня больше сердечков нет? А вот, видите, тоже сломанный маркер сломался прям в моем контейнере. Вот. Повторюсь, не ломаются вот этого цвета. Вот такие цветы, и они, видите, какой формы? Это гамма. Это гамма, это китайские. Вот. Эти не ломаются, эти ломаются. Вот эти ломаются сердечки. Они невероятно красивые. Оно очень тоже приходят быстро в негодность. Очень ломаются. Ими я отмечаю, когда их не надо открывать-закрывать. Они у меня, как правило, всегда закрыты. Я их закрытые вставляю, закрытые вытаскиваю. Тогда вот они нормально используются. Так. Больше сейчас мне нравится... Одно время мне очень не нравилось использоваться вот этими маркерами, булавками. Но сейчас я просто от них в восторге. Просто в восторге. Они у меня на каждом изделии. Я ими считаю ряды. Ими считаю разные петли. Приобретаю их периодически, потому что они имеют свойство не ломаться, а теряться. Вот. Вот я покупаю их часто и пользуюсь ими тоже часто. Вот эти лампочки, так сказать, у меня всегда в ходу. Очень нравятся, очень люблю. Цветные есть. Есть металлические вот такие. Кто-то говорил, кому-то цветные не нравятся. Мне нравятся. Мне нравятся. У меня есть и не цветные, просто металлы. Вот есть покрытый металл. Мне эти и другие нравятся. Вот цветные мне тоже очень нравятся. Я ими отделяю десятки от 50. Например, каждые 50 петель я буду отмечать вот такой оранжевый, а каждые 10 петель я буду отмечать вот такими желтенькими, как пример. То есть у меня 10 рядов провязала, маркер повесила вот этот. Еще 10, второй такой. В общем, 40 петель у меня будет помечено вот этим, а пятый десяток у меня будет помечен желтеньким. Потом опять я отсюда буду брать эти маркеры, снимать. 60 ряд я помечу вот этим маркером, потом 70 опять желтый, и потом 100 опять вот такой. Второй вот такой оранжевый. То есть у меня получится потом просто оранжевый маркер, который маркирует каждые 5 десятков петель. Рядов. Очень удобно. Поэтому цветными также пользуюсь. Так, ну что у нас здесь еще осталось? У нас здесь остались ну что ж у меня... Нет, девчат, у меня правда здесь все теряется. У меня потому что 4 вот таких штучки было. Видите, пенал такой, что он имеет свойство иногда здесь щелка открываться, и у меня вот теряются такие штучки. Это у меня из набора Mint Full. Вот что мне из этого набора нравится, так это вот эти вот как бы фиксаторы лесок. Это для разъемных спиц, для разъемных лесок. Очень-очень красивые. Ой, очень красивые. В общем, вот фиксаторами такими пользуюсь. Дальше у меня остались вот такие тоже от MinFu. Тоже то, что нравится. Это вот такие вот ключики для затягивания спицы. Это тоже для разъемных спиц. Они у меня уже все кривые. Вот, видите, да? Кривульки такие стали. Ну, затягиваем петли. Вот, очень нравится. Также фиксаторы у меня здесь есть вот такие от NetPro. Вот, то есть не фиксаторы, а затягиватели спиц на леске, скажем, для разъемных лесок. Так, ну, что у меня еще здесь осталось? Ну, конечно же, иглы. У меня здесь несколько типов игл. Ну, вы видели, пластмассовую я уже убрала туда. Да, ладно, буду теперь считать ряды только вот этой вот своей иголочкой. Ну, я же сейчас... А, вот еще соединители лесок. То есть у нас есть затягиватели спиц, а есть еще соединители лески. То есть одну леску с другой я соединяю с помощью вот такого вот переходничка. Он у меня один всегда с собой. Остальные все в наборах лежат. Вдруг понадобится, а набора рядом нет. Так, иглы. Ну, вот есть обычная булавка на всякий случай. Не знаю, зачем она тут лежит. Пусть лежит. Вот. И вот игла осталась у меня странно. Ну, а вот она одна еще игла. Думаю, у меня было две таких иглы. Так, одна игла у меня есть с тупым кончиком. Я ей очень редко, когда что-либо шью. Очень редко. Чаще я пользуюсь вот такими иглами с достаточно широким толстым ушком, но с достаточно тонкими иглами. Вот этими иглами сшиваю все свои изделия. Вот такие обычные иглы. Для меня они самые, что ни на есть, удобные. Вот. Ну, и еще что осталось. Это у меня вот такое вот такое приспособление для того, чтобы вдеть резинку в изделие. То есть вот сюда я вставляю резинку, затягиваю ее вот этим колечком, и вот этим вот ушком я просовываю эту изделие, эту резинку сквозь кулиску. И таким образом... То есть раньше мы с помощью булавки вставляли резинку, а теперь вот есть такое приспособление. Очень удобное, мне очень нравится. С его помощью я вставляю резинку. Вот эти вот зубчики очень хорошо держат резинку. Видите, там зубчики есть. Вот они. Они ее намертво хватают и зажимают. Так, ну все. Мелкий набор мы с вами рассмотрели. А заодно и провели ревизию. Так, ну и сломали один маркер. Вот он. Ну, ничего страшного. Так, теперь что у меня содержится тут. А в этом наборе, ну, вот такие вот у меня есть игрушки. Мне они напоминают елочные игрушки, которые тоже можно вешать на изделие, как дырочки, которые говорят о том, что это хендмейт. Ну, когда мы дарим кому-то или продаем. И таких вот у меня еще много-много. Это же елочные игрушки, это же украшение и это же можно в подарок использовать. Это все мне подарено. Так, дальше, что мы тут видим? Я уже что-то так устала. Так, Simoland аксессуары для вязания. Не помню здесь, что было. Надо выкинуть, что это здесь лежит. Неважно. Неважно, где. Так, ну и пошли. Про булавки я вам уже говорила. Сейчас сразу буду проводить ревизию, потому что иногда у меня все здесь путается. Так, про булавки я вам уже рассказывала. Вот они, такие булавочки. А дальше у меня здесь лежат вот такие вот, ну, иглу про иглу я тоже говорила. Вот такие вот съемные штуки для снятия петель, для косы. Но ими я ни разу не пользовалась. Ни разу. Мне они не понравились. Ну, как-то один раз попробовала и решила, что для меня это не нравится. А дальше у меня есть вот такие маркеры мне подарены, колечки. Но колечками, как вы знаете, я не пользуюсь. Поэтому, если кому-то нужно, я могу вам их подарить. Пони. Вот такие вот блокаторы для спиц. И вот ключики, забыла слово, которыми я пользуюсь, но которые у меня в больших количествах. И все как бы запасные лежат тут. Здесь же лежат вот и Лана Гросса. Вот такие же блокаторы, они черного цвета. Так, один как бы кармашек мы с вами рассмотрели. Во втором кармашке я не буду вам доставать. Здесь у меня содержатся разные пуговицы. Вот. Пуговицы мне подарены, которые ждут своего часа, чтобы их на изделие на какое-либо нацепить. Это пуговицы. Наталья, спасибо большое. Вот такие пуговицы. Всякие разные. Красавичные. Разных размеров. Вот тут тоже у меня есть пуговицы. Так, вот эту елочку тоже можно. Эта елочка-пуговка. Здесь есть два отверстия, которые можно пришить. Например, на носочки. Такая классная деревянная штучка. Вот и различные пуговицы деревянные. Очень люблю деревянные пуговицы. Очень. И здесь вот такие вот бусины. Тая, спасибо большое. Вот. Тут у меня вот такие пуговицы в виде цветочков. Ну, в общем, все такое. Дальше. Здесь у меня лежит счетчик рядов. Кстати, зачем-то показывает ряды. Вот. Очень люблю им использоваться при вязании оренбургских пуховых платков. Я вам сегодня показывала, какие там схемы и какое количество рядов. В общем, я использую вот этот счетчик для рядов. Очень помогает. Так, тут ленточки. Эти ленточки у меня. Я оставила как память. Ну, бирки всеразличные, да. Вот связаны с пряжей от реко. Хендмейт бирки. Вот они, иглы. Тут есть счетчик рядов. Карабинчик на всякий случай лежит. Что еще лежит? Счетчик рядов вот такой, который мне не понравился. Я его в работе не использую. Это на спицу надевается. И вот. В общем, вяжется. Здесь есть у меня напалечник такой для жаккарда. Разные ниточки сюда класть. Не знаю, жаккардом вяжу очень редко. Когда я вязала, у меня еще такого напалечника не было. Теперь напалечник появился. Гамма. Фирма Гамма. Но я не вяжу жаккарды в последнее время. Вот. Бирочки мои тоже. Так, это просто хендмейт. А это еще осталось Оля Курунова. Вот такая бирочка моя личная. Так. И еще один у меня напалечник. Это когда шить. Вот такой вот. Для шития. Все. Здесь мы тоже с вами разобрались. Вот они мои шарики. Которые у меня. Их много не бывает. Поэтому они сейчас лежат у меня как бы в запасе. Когда растеряю все те, которые в том пенале, я возьму эти. Пока пусть лежат. Кнопки. Уголицы. Глазки. На безопасном креплении. В общем, вот все такое. Здесь я вам показывала маркеры всеразличные. Ну, а здесь мы тоже уже с вами все посмотрели. Вот они, сердечные мои маркеры, которые у меня ломаются. Уши сюда жить. Ну, вот такие у меня аксессуары. Все. Я вам показала. Вроде бы ничего не забыла. Ах, нет. Забыла свой новый аксессуар. Так. У меня что-то где-то не закрывается. Вот таким образом. Это все закрывается и хранится. Все. Не показала вам, по-моему, только один аксессуар. Может, ошибаюсь. Может, еще у меня где-то что-то лежит. Но, во всяком случае, сейчас я найти это что-то не могу. Вот такие шнуры. Шнуры для снятия петель. Которые мне подарила Ирина. Они разных диаметров. Немножечко отличаются друг от друга. Кстати, я вам в прошлый раз сказала, что они разной длины. По-моему, они одной длины. По-моему, я вас обманула. Ну, почти. Почти одной длины. Вот. Ими я не пользуюсь. Я попробовала. Я вяжу очень туго, поэтому мне не очень удобно. Хотя, хотя, если вязать очень толстые изделия, когда я буду вязать изделия, вернее, не толстые изделия, а на толстых спицах, то, скорее всего, мне вот эти вот шнуры подойдут. Мне кажется, они подходят для толстых спиц, а не для тонких. А так как я вяжу на тонких спицах, поэтому я их и не смогла приспособить. Ну вот, мои дорогие друзья, на этом я буду с вами прощаться. Спасибо большое за ваши вопросы. Если у вас есть, вы можете мне писать, и я вот так вот в формате видео буду отвечать на ваши вопросы. Мои дорогие друзья, я благодарю вас за внимание и желаю вам всего самого-самого доброго. Здоровья вам, мира, добра, и пусть у вас всё будет хорошо. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.